Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» поступил вопрос, как относиться к медитации. Для начала, прям сразу откроем Библию, первое послание апостола-евангелиста Иоанна Богослова Соборная, 4 главу, самое начало. И прочтем первые стихи. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Медитация, вспоминаем латинский язык, это значит некоторое размышление, сосредоточенное. Ну вот как раз медиана, медиатор, вот все это то, что среди нас. То есть мы берем и обращаемся внутрь себя в размышлении. Господь говорит, Царство Небесное внутри вас есть. Если мы обращаемся внутрь себя и там созерцаем Бога молитвенно, это как раз христианская медитация получается. Причем в русском языке как-то она уже, слово медитацию, увы, эзотерики захватили, и мы этот термин без боя отдали. Но, например, в западной культуре христианской медитация у католиков это ничего с буддизмом не имеет. Это значит, как раз люди взяли и как-то не вместе псалмы поют, а наоборот, внутри себя человек молится. То есть я бы, вот медитацию можно ее обозначить, как говорят некоторые, умные или сердешные молитвы. То есть та молитва, которая внутри нас сосредоточенно идешь. Когда ты не воспеваешь Господа в храме, не когда ты там стоишь перед иконами, молишься, а когда вот ты либо даже присел отдохнуть на лавочку посреди парка или дома там на диване, или даже на ходу в дороге, в метро внутрь своего сердца заглядываешь, и там берешь и с Господом беседуешь. Либо чуть-чуть отодвинув свой ум и просто в какое-то сердечном погружении, либо, наоборот, размышляя о каком-то богословском моменте, разбираясь в библейских стихах. Это тоже будет некоторое молитвенное и евангельское общение с Богом. Будет христианская медитация. Ну, так если условно говорить, увы, этот термин можно истолковать, наоборот, в эзотерическом смысле. И где же вот та грань опасная? Да, потому что, как Господь говорит, широкий путь сласти творите, а вот этот узкий путь, ведущий в Царство Небесное, оно нудится, берется силой. И здесь как раз нам надо испытывать, какого духа мы встречаем. Если мы заходим в свое сердце, в свою душу, в свой разум, отключаем чувства, убираем страсти, то есть вроде поступаем так, как нам учил Христос, проповедовали апостолы и святые отцы, аскеты, к чему и призывают. Но при этом мы убираем страсти, расчищаем их не для того, чтобы на Боге сосредоточиться, на его благовестие, понимание Евангелия, размышления, построение богословском основ своей христианской жизни, деятельной, и не на общение с ним в молитве. А если мы берем, вот от всего отстранились и стали такие бесстрастные, ом-бом, а при этом Бога не увидели, то это медитация, которая уже опасна. Потому что тебе кажется, ну ладно, я же никого не увидел, ни Бога не сатану, нет, святое место пусто не бывает. Если ты в медитации не устремился к Богу, в своем внутреннем таком средостении, размышлении, во внутреннем каком-то осмыслении своей связи с духовным миром, то на место Бога придет тот, кто не ждет нашего свободного выбора. Бог ждет, он нам свободу хранит. А придет захватчик, да, тот вор, тать прилази инуди, да, вор, который перелезает, вот как в евангельской притче сатана тоже представлен. И он в наше сердце захватится, и мы этого даже не заметим, потому что он может через лесть, через благие образы, или тоже через какую-то пустоту. И человек взял, и вроде, правда, он стал более вежливым, он стал более заботливым, он стал более спокойным, он не нервно реагирует на замечания, а так раз там помедитировал, и спокойствие выдохнул. Он уже вроде не ненавидит людей, но зато погрузился в такое самое созерцание. Или там это ненависть сердца просто копошится, но ее гордость, что такой я спокойный, такой я помедитировавший, подавляет. А Бога в этом нет. Поэтому вот этого и нужно опасаться, потому что как раз если мы не видим там Бога. Еще опасность какая есть. Вот я говорю, если не видим там Бога, а человек может медитировать до ней, я вот Бога, наоборот, очень хорошо почувствовал. А какого ты, Бога, отвлеченного и привет вселенной почувствовал? Или Бога Иисуса Христа, пришедшего во плоти? Тут несколько раз Иоанн Богослов подчеркивает пришедшего во плоти. То есть потому что медитация эзотерическая, она старается христианина, да и любого человека. Просто вот правда отрешись от земного. Да, отрешись вроде от суеты. А наоборот, Христос говорит, нет, ты даже находясь в суете, находясь в мире, взаимодействуя, на работе, в учебе, в общении, и стремясь при этом душой к высшему миру, ты об этом мире не забываешь. Точно так же, как Господь не забыл о мире, а в него воплотился. И здесь твоя духовная жизнь протекает не в отвлечении от всего происходящего, не когда ты зарываешь, как страус, голову песок, а когда ты берешь этим молитвенным общением, словом евангельским, богословским размышлением, укрепляешься через общение с Богом и не разрывая связи с ним, поворачиваешь уже свой внутренний взор на ближнего и слушающего, заботишься о нем, совершенствуешься сам и приближаешься через это не к абсолюту, не к вселенной, а к бессмертному Богу, который было время, пришел, воплотился и по-прежнему с нами телом и кровью в причастии пребывает. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.